Я никогда не собиралась и не собираюсь эмигрировать в Америку. Хотя, конечно, посмотреть эту великую страну хотела бы. Канал «Голос Силиконовой долины» наверное все-таки для молодых. Для тех, кто понимает, что в этой стране, в России, перспектив для развития, для хорошей, достойной жизни, в общем-то, нет. И в ближайшее время не будет. Я тоже стараюсь молодое поколение своей семьи как-то убедить в том, что нужно все-таки уезжать. Ну, они-то утверждают, что там хорошо. Вчера утверждал, вчера я говорил, бегите отсюда, бегите, что вы здесь делаете, бегите. Я старая, мне уже здесь придется, а вы бегите. Валерия и мамаша решила ее отправить тоже в Европу. А я прямо с двух хватило, я ее свел с англичанкой, которая у нас преподает. Она долго жила в Европе преподавала. В Европе где? В Европе жила долго, она была журналистом. В какой стране Европы? Не помню. Булка есть? Булка? Ну, она идеально знает английский какой-то еще. Но она журналистом работала, много-много коллеги. Потом что-то случилось, и в общем, русских всех повыгоняли с этих газет, и ей пришлось сюда вырабатываться. Она сейчас сидит нищая. Ну как, она зарабатывает круто. Считаю, она берет 10 долларов за урок. То есть она в день, в день зарабатывает. Она в день зарабатывает. Я бы хотела быть такой нищей. Ну, прилично зарабатывает. Но получилось как? Все, что она накопила, они дураки положили в банк. Ну, это мой бывший музыкант. Короче, 1200 долларов они положили на счет. И у них коломейский все это и звезданул. Им вернули там 3 копейки вот этих 700 тысяч, что ли? А, ну, страховка, страховка. И все, и все. Потом эти репортажи на дожде будут показывать. Итак, что же думают про эмиграцию в Америку представители молодого поколения россиян? Здравствуйте. Меня зовут Зидуаева Игнара. Мне 23 года. Живу я в городе Санкт-Петербурге, в России. Моя альма-мата – это Петербургский университет культуры и искусств. Ныне уже, к сожалению, институт культуры в пониженном статусе. Работаю я в Государственном литературном музее 20-й век специалистом по экспозиционно-выставочной работе. И, в общем-то, работаю по специальности. Относительно моего мнения, что я думаю об эмиграции в Соединенные Штаты Америки, я считаю, что данный вопрос не может быть рассмотрен только лишь в негативном или позитивном ключе. Здесь, безусловно, есть свои плюсы, свои минусы. И, конечно же, как мне кажется, данный поступок в своей жизни совершить, наверное, подходит не каждому человеку далеко. Что касается плюсов, плюсов эмиграции в Америку, я думаю, что, во-первых, это, конечно же, возможность карьерного роста, широкие возможности для самореализации. Если у тебя есть большие планы на жизнь, если перед тобой ты себе ставишь высокие цели и твердо намеренных достичь в своей жизни, мне кажется, в Америке, в отличие от России, есть больше возможностей для реализации своих стартапов, проектов, бизнес-проектов, разных других идей. Во многом благодаря тому, что, как мне кажется, в США меньше бюрократических промолочек, которые могут тормозить тот или иной проект, который ты хочешь в своей жизни реализовать. Что касается других плюсов, на мой взгляд, это более ощутимая социальная поддержка со стороны государства по сравнению с Россией. Больше различных пособий, пособия по безработице, пособия, связанные с воспитанием, с рождением и воспитанием ребенка. И также, конечно, различные гранты. То есть, если ты можешь, опять же, организовать какой-то проект, создать, защитить его, обосновать его перспективность, то ты можешь вполне рассчитывать на какую-то, возможно, даже финансовую поддержку. Но мне хочется сказать в связи с этим, что, возможно, вот как раз то, что я сказала, перспективы карьерного роста, они в большей степени имеются для граждан Америки. Если ты только что недавно приехавший эмигрант, то гораздо тяжелее будет найти работу по специальности, какую-то желаемую позицию найти, поскольку всегда надо помнить, что на эту же позицию есть конкуренция, на нее претендуют граждане, американские граждане. Тебе нужно как бы в два раза сильнее, в два раза больше принимать и предпринимать усилий, чтобы доказать свою перспективность. Также мне кажется, что определенный существенный плюс это большая активность американского народа, населения. То есть люди больше, активнее участвуют в общественной жизни, проводят различные митинги. Также вот пример, в качестве примера мне хочется провести, тоже читала статью, в школах родители активно участвуют в школьной жизни своих детей. И даже вводя до того, что если им не нравится тот или иной учитель, на специальном собрании родительского, родительского комитета, они могут поспособствовать увольнению этого человека, который не удовлетворяет их в качестве педагога по той или иной причине. И также мне вообще кажется, что в Америке больше возможностей для высказывания своего мнения, больше свободы, меньше средств массовой информации зависят от мнения власти, от мнения политиков. Но, конечно, безусловно, я не отрицаю этот факт, что есть и зависимые, оплачиваемые со стороны государства в той или иной мере СМИ. Но, тем не менее, конечно, конкретных примеров я привести не могу, но мне кажется, что в любом государстве есть такие средства массовой информации. Ну, конечно же, есть определенные минусы. Есть обратная сторона Медали, неограция в США. Как мне кажется, как я уже сказала, когда ты только приезжаешь в страну, это касается не только Америки, безусловно, и это касается еще и вообще той или иной страны. Когда ты приезжаешь, резко обрубаешь корни в своей стране, допустим, и отправляешься совершенно неизвестный, необжитый край. И мне кажется, что здесь, как я уже сказала, ты должен гораздо более активно вести себя, более активно проявлять себя в своей жизни и доказывать свою полезность, свою перспективность относительно конкретно данной позиции, куда ты хочешь устроиться, работать. И, конечно же, в определенной мере в обществе будут на тебя смотреть как на иммигранта, как на человека. Возможно, второго сорта. Не обязательно, что это будет так, но, тем не менее, мне кажется, что тенденция обязательно будет. Ну и, конечно же, можно тоже говорить о отрицательных сторонах жизни в Америке. Например, даже медицинская страховка, которая стоит денег, без которой ты не сможешь или сможешь получить какие-то минимальные медицинские услуги. Многие люди сталкиваются с проблемой того, что медицинская страховка, она дорогостоящая, и ее нужно иметь, чтобы быть социально защищенным. И также мне кажется, что, ну, опять же, опять же, этот минус можно причислить и к иммиграции в другие страны, не только в Америку. Ты приезжаешь в чужую для себя страну, и ты уже носитель определенного, как бы сказать, кода информации, воспитания, менталитета, другой совершенно, другой страны, другой может быть даже во многом цивилизации. И, конечно, как мне кажется, нашему брату, русским гражданам, тяжело, тяжело на Западе, поскольку у нас совершенно иной менталитет. И даже вот, например, я слышала много от своих знакомых, что со своими друзьями, американцами, им, конечно, очень весело, им очень интересно, то есть они могут ходить на разные вечеринки, они с фантазией подходят к собственной жизни. Но, тем не менее, когда ты начинаешь заводить какую-то душевную беседу, как у нас беседы на кухне, или беседы за бивом, не знаю, за чашечкой кофе, люди как бы ставят что-ли, что-то вроде стены перед тобой, то есть как-то четко разграничивают свое личное пространство и далеко не рассказывают себе о всех вещах. То есть мне кажется, что в некоторой степени человек приезжающий, русский человек, приезжающий в Америку, он должен понимать, что для того, чтобы не жить в изоляции, закрытом, в каком-то своем закрытом мирке, ему, безусловно, придется менять некоторые свои привычки и некоторые взгляды на жизнь, поскольку люди в Америке они существенно отличаются от русских граждан. И воспитание, даже воспитание совсем иное, совсем иные точки зрения, взгляды. Ну, если подытожить, плюсы и минусы мое отношение к эмиграции в США, мне кажется, что это интересно, это, безусловно, интересный опыт, это необходимо, если у вас совсем плохое материальное положение в России, если вам, по сути, нечего терять, нет каких-то вот связей, очень серьезных зацепок, которые держали на вас в стране, имею в виду в России, то это стоит сделать, но что касается меня, я бы хотела прожить там по крайней мере несколько лет, не обрубая концы, не теряя связи с Родиной, то есть пожить какое-то время, чтобы понять, подходит мне это или нет. И, конечно же, очень существенно, существенно, мне кажется, то, что нужно иметь возможность какого-то фриланса, какую-то материальную поддержку на первых порах, первые месяцы жизни в Америке, поскольку, безусловно, безусловно, будет очень трудно найти работу, если только вы не какой-то там вообще супер-хупер-специалист, уже с доказанным стажем, профессиональными навыками. А так, это опыт интересный, но, безусловно, нужно понимать, что, хотя нас нигде никто не ждет, мы везде должны себя проявлять, доказывать, вертеться по жизни, реактивно. Но, безусловно, там можно будет делать это в два раза быстрее. В два раза быстрее. Верно? Таково мое мнение. Понятно. А вот как, любимая, в России перспектив можно для твоей работы, для твоей специальности? Есть какие-то перспективы? Или совсем не просто перспективы? Перспективы есть. В какой мере? Перспективы есть вот относительно моей специальности музеевед, работник музея, музейный педагог, тот, кто работает с посетителями музея, создает различные программы для аудитории музея. Данные перспективы могут быть, безусловно, в нашем городе, в Петербурге, поскольку это и туристический, и большой крупный, мегаполис, город. Они могут быть кометические проекты. То есть, различные проекты музейного такого содержания, учреждения музейного типа. Если брать во внимание актуальность современных каких-то направлений, как-то воспитание детей, допустим, к примеру, проблема чтения, проблема читаемости, малочитаемости современных детей, то все эти направления актуальны, острые темы нашей современной сегодняшней жизни у нас в стране. Их можно реализовать, но в коммерческих проектах, поскольку, к сожалению, в государственных музеях это сделать гораздо труднее. Во-первых, поскольку недостаточное финансирование сферы культуры в России, к сожалению, мы не говорим только лишь о зарплате, мы говорим даже о том, чтобы создать что-то принципиально новое, разакламировать это с должной степени. Это очень сложно, поскольку, в принципе, у музея минимальное финансирование, то есть деньги, о которых смешно было. Как сотрудник государственного музея я это знаю не по-настоящему. Ну, то есть, в принципе, пожить, съездить в США ты бы была не против, но насчет такой вот уделенной микракции пока вопрос не стоит. Да, я думаю, что во многом это еще и благодаря тому, что, как мне кажется, у меня не самое плохое материальное положение, то есть мы говорим о том, что элементарно есть на что поесть, купить вещи какие-то, вот первые необходимости, куда-то даже съездить, но, к сожалению, уже, допустим, у меня есть проект в путешествии, на велосипеде, в Европе, в Америке, как в перспективе. К сожалению, купить уже в моей молодой семье, я их живым супругом, и купить нам два хороших таких велосипеда, на которых можно будет совершать уже дальние многокилометровые поездки, достаточно сложно. То есть у нас на данный момент есть велосипед, но один, но, к сожалению, накопить на второй представляет тоже какую-то определенную сложность. То есть для этого нужно время, мы не можем сразу пойти и купить два велосипеда в магазине. Ну, конечно, это интересный опыт, это безусловно интересный опыт, но хотелось бы иметь какие-то уже гарантии, хотелось бы иметь какую-то материальную базу. просто вот так вот совершенно вслепую туда ехать, мне кажется, это рискованно. Возможно, очень большое разочарование. И это разочарование будет не связано конкретно спецификой данной страны, Америки, это разочарование будет связано с тем, что ты попал в такое положение. Ну, что я могу сказать? Ментальность российских граждан такова, что они настолько привыкли к нищете, что тот факт, что их зарплаты хватает на то, чтобы скромно покушать и что-то на себя одеть, это они уже считают вполне нормальной жизнью. А хотя надо сказать, что зарплата работников культуры в России колеблется от 5 до 17 тысяч рублей. Вот и считайте сами, насколько хороша такая жизнь. Ну, надо сказать, что канал Михаила Портнова «Голос силиконовой долины» все равно ведет очень полезную и нужную работу. И хочется пожелать ему успехов в деле просвещения наших российских людей, прежде всего, конечно, молодежи.